Ежегодно в середине мая заканчивается подготовка к летнему курортному сезону. Резкий скачок курса иностранных валют обеспечил Абхазии в 2015 году прогнозы на рекордное количество туристов. Однако сможет ли республика в этом году обеспечить запросы отдыхающих? В это время уже совместно с Госстандартом и Министерством по курортам и туризму начинают проверять объекты размещения, также объекты питания, пляжные зоны, смотрят, насколько они подготовились, руководители, а также главы администрации районов. Немаловажную роль в сфере туризма играют экскурсии. Министерство ежегодно проводит семинары для всех желающих заниматься экскурсионной деятельностью. Таким образом, в прошлом году было аттестовано 300 человек. В текущем 2015-м этот рекорд уже побит. Также проводят семинары для повышения квалификации экскурсоводов, инструкторов по горно-пешеходному туризму. После завершения семинаров проходит аттестация. Те люди, которые прошли аттестацию, допускаются на экскурсионные маршруты и к экскурсионным объектам. Географическое расположение республики позволяет эксплуатировать береговую линию в качестве пляжа практически по всей ее длине. И тут у Абхазии немало скелетов в шкафу. Если не вести речь о частных платных территориях, то в основной своей массе пляжи Абхазии дикие. Пляжи должны быть оборудованы солнцезащитными навесами, зонтами, санитарными узлами, медпунктами, спасательными станциями. Должны быть огородительные в купальных зонах для маломерных судов, для купальных зон. Только после обследования дна можно эксплуатировать эти зоны. Понятное дело, немногие пляжные зоны могут похвастаться такими условиями. Еще одним из основных аспектов работы министерства является проверка гостиниц и отелей республики. Лишь пройдя соответствующую сертификацию, проводимую министерством по туризму и курортам совместно с госптандартом, объект может функционировать в летний сезон. По правилам сертификации в основном под объектами размещения подразумеваются пансионаты, дома отдыха, базы отдыха, туристические гостиницы, кемпинги. Эти объекты сертифицируются согласно правилам сертификации. А вот система электронных билетов на крупных курортных объектах, которая могла бы позволить вести контроль за их посещаемостью, в этом году, отметила Стаму Рахба, введена не будет. Связано это с недостатком финансовых средств. Илана Казамба, Раму Камке, Абаза ТВ. И профессиональное местное обслуживание.